Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире новости Прима. В студии Анастасия Цыганова сейчас коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Президент объявил коронавирусные каникулы. И что дальше? Расскажем через минуту. В Солнечном живодеры убили сову Степлером. Будут ли их искать? Полицейские задержали телефонных мошенников, которые обманывали красноярских пенсионеров на сотни тысяч рублей. В Красноярске утвердили программу празднования Нового года. Некоторым локациям люди не рады. Ввели каникулы, сказали, что это праздники, а назвали все нерабочими днями. В России в этом году людям предложили отдохнуть и посидеть дома с 30 октября по 7 ноября. Но как соблюдать эти условия? Ведь страдать в очередной раз придется и бизнесу. Подробный разбор того, что за нерабочие дни такие, подготовила Алена Крашенинникова. Повторю сейчас, особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. И на этой ноте рабочие дни превращаются в нерабочие. Причем не в выходные, не в праздники, а именно в нерабочие дни. Что это такое, люди до сих пор до конца не понимают. Обзадеживает то, что зарплаты обещают сохранить. Однако, говорят юристы, каждый работодатель может по-своему трактовать указ президента. Ведь такого определения, как нерабочие дни в трудовом законодательстве, просто нет. Предприниматели малосредний бизнес, ну и, собственно говоря, и большой бизнес. Вопрос, а что такое нерабочий день, как он оплачивается, и вообще, собственно говоря, как себя вести как работодатель. В взаимоотношениях с работниками. То, что сейчас предлагается в открытом доступе для работодателей многочисленных в России, здесь, наверное, будут разные трактовки. Наверняка будут споры, в том числе трудовые. Я полагаю, что это будет неминуемо, потому что кто-то будет не оплачивать, кто-то будет оплачивать, кто-то будет каким-то образом это определять через кадровые какие-то службы. Как и в прошлую волну пандемии, адвокаты ждут наплыва людей, которых обманули работодатели. Но теряют в деньгах не только сотрудники. Потери бизнеса от очередных вынужденных ограничений в правительстве оценили в 60 миллиардов рублей за две недели простоя. Поэтому не каждый предприниматель готов останавливать производство. Однако, говорят в союзе промышленников, потерь все равно не избежать. Это приведет к увеличению и сдержек, и самое главное, к снижению выручки. Есть компании, чья деятельность считается непрерывной. И они будут работать, даже если они в трусу или собственности частные. В сегменте B2B многие, когда компания поставляет продукцию другой компании. Есть прецеденты, когда планируют работать по сокращенному графику. То есть там несколько дней работать, несколько дней не работать. А те, кто работают с покупателем, с конечным, планируют работать практически все. В порядке 85% принимателей планируют наложать работу в выходные дни. В правительстве в качестве компенсации привели меры поддержки. Это выплатить бизнесу по одному МРОД на сотрудника и восстановить льготную программу кредитования под 3%. Правда, говорят в союзе промышленников, это меры со звездочкой. Не для всех. МРОД выплачивать предлагают только уже пострадавшему бизнесу. Будто есть не пострадавшие, шутят предприниматели. А кредитование, говорят специалисты, конечно, покроет ущерб. Но дальше все эти проценты нужно выплачивать. А на что, если ситуация с ковид и без длительных выходных далеко не стабильная? Меры поддержки носят избирательный очень характер, а ограничения касаются всех. Многие горожане новости выходных восприняли без негатива, но и без особого энтузиазма. Те, кто работает, говорят, что и вовсе не заметят перемен. Но большинство красноярцев согласны с тем, что распространению коронавируса в выходные никак не помешают. Если даже не наоборот. Как относитесь к затяжным праздникам, которые ввели у нас? Ну, если не считать того, что для нас-то не все равно будут рабочими. Им вот для почты. То, в общем, без особого, как-то без особого, как бы сказал. А как по-вашему, эта мера поможет с коронавирусом в борьбе, чтобы ввели такие выходные? Я думаю, что не очень. Почему? Потому что все равно, раз люди уже свободны, они... Если они сейчас, они не выполняют никаких этих, ну, нужных каких-то мероприятий, да? В автобусах ездят без масок. И везде вот, ну, то есть, как бы между собой общаются, собираются толпами там. Когда ты, мама, в декрете, то дни праздники, дни праздники одинаково воспринимаются. Да, негативно. Почему? Почему? Ну, во-первых, по телевизору передач интересных мест, новостных. Это раз. Во-вторых, показывают всякую хрень. Опять будут показывать богатырей по каналам и прочие мультики. Ну, и народ спивается, это в четвертых. Мы на пенсии, поэтому нам, в общем-то, параллельно. Мы на таком учреждении, что у нас это будет без потери. То есть, вам все оплатится, будет хорошо? Да. Что будете делать на длинных праздниках? Господи, все, что угодно. Жить и радоваться. Самое главное – отдыхать. Мы все равно будем там работать. Там, может быть, даже удаленно, но будем работать. Поэтому на зарплате, надеюсь, не скажется. То есть, у вас что праздники, что не праздники? Все равно работаем. И получилось, что девиз так называемых «каникул» – неопределенность. Люди не понимают, будут ли они работать, как быть с зарплатой. Работодатели тоже не определились и с графиком, и с выплатами. Не определились в региональном правительстве. Там сейчас готовят решения, как нерабочие дни пройдут в нашем крае. Определились в стране пока только с детьми. В школах в нерабочие дни будут каникулы, а в детсадах организуют дежурные группы. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков, Новости Прима. Отметка в 125 тысяч коронавирусных больных в Красноярском крае пройдена. За сутки в регионе очередной антирекорд – 541 новый пациент. Это на 18 больше, чем накануне. В Красноярске у 111 человек положительный тест. За сутки умер 21 пациент. 410 человек закрыли свои больничные. На спортивные события в кинотеатры и театры можно будет попасть с 1 ноября без QR-кода тем, кто имеет медотвод. Об этом рассказал заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов. Также он отметил, что вместо QR-кода, который можно получить только на портале госуслуг, вакцинированные могут предъявить сертификат. Его выдают в пунктах вакцинации. Показывать паспорт на входе в учреждение нужно в обоих случаях. Жители Красноярска и края, имеющие медотвод от прививок, должны получить справку в поликлинике. В которой будут четкие указания, что с такого-то числа по такое-то число имеются медицинские противопоказания к вакцинации. Другие никакие справки рассматриваться не будут. И, соответственно, ПЦР-тест, который действует в течение 70-2 часов. Однако у главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева другая информация. В телеграмме Роспотребнадзора он отметил, что, согласно указу губернатора, есть только два условия для посещения мест. Это QR-код или сертификат переболевшего либо вакцинированного. Других вариантов входа на культурные и спортивные мероприятия быть не может. Если человек имеет медицинские противопоказания к прививке, то он находится в группе риска. Для него, как для незащищенного с учетом иммунитета, крайне опасно в период высоких уровней заболеваемости посещать объекты с большим количеством участников. Поэтому указом губернатора края для него не предусмотрено посещение вышеуказанных мероприятий. Три красноярских бара закрылись на время ограничений. Информация появилась на их страницах в соцсетях. В очередной раз приостанавливает работу дрыга бар «Лошадка» в центре. Это заведение танцевального формата, поэтому закрытие. Руководство объясняет тем, что распускать гостей после 23.00 просто невыгодно. В четвертый раз о временной паузе объявил клуб «Флет» на Дубровинского. Еще одно заведение, которое уходит на пандемийную спячку, это бар «Чо-Почом». Это два заведения на «Маркса» и на «Взлетке», но закрывается только зал в центре. Скорее всего, эти три заведения снова заработают, когда власти снимут ограничения. Мертвую сову с окурком в клюве нашли жители Солнечного. Азоозащитники подозревают, что над птицей кто-то издевался. Неясыть лежала в коробке под листвой на помойке по адресу Солнечный бульвар 8. Рядом с птицей был степлер. Возможно, убийца совы его и использовал. Сейчас это выясняют полицейские, которые сняли отпечатки из канцелярского инструмента. И ветеринары, и лаборатории, куда отвезли птицу. На место прибыли и зоозащитники. Они обследовали сову и рассказывают страшные подробности. Когда птица умирает, она становится такой деревянненькой. Она, в принципе, как тряпочка не болтается. А тут сова болталась, как тряпочка. И это очень вызывало подозрение. Наводило на мысль, что у нее очень много переломов. Ну и когда я стала подробно ее рассматривать, я увидела, что в клюве у совы бычок. Задержаны предполагаемые мошенники, которые вытягивали у красноярских пенсионеров деньги, прикидываясь родственниками или полицейскими. Речь о банде, которую удалось раскрыть в том числе благодаря внимательным таксистам. Они подвозили жертв обмана до банка. Краевые полицейские задержали четырех подозреваемых. Предварительно телефонные мошенники работали по одной схеме. Сообщали о липовом ДТП и просили денег. Подозреваемые причастны минимум к трем разводам. В двух случаях сберечь деньги удалось благодаря таксистам. Во время беседы с пожилыми пассажирами они заподозрили обман и вызвали полицию. Теперь артистов, аферистов осудят за мошенничество и за покушение на преступление. Полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении криминальных деяний. У одного из них оперативники обнаружили 3000 евро. Похищенные обманным путем у 81-летней жительницы Красноярска. Злоумышленникам избрано меропресечение в виде заключения под стражу. Программу празднования Нового года в Красноярске утвердил глава города. Пока есть только перечень событий без подробностей. До 22 декабря должна появиться готовая концепция. Схему размещения ледовых городков и ограничений движения утвердят месяцем ранее. Оформят все к середине декабря. А уже с 21 числа городские елки начнут открывать. Главное на острове Татышев начнет принимать гостей 25 декабря. Всего в списке общегородских мероприятий по празднованию Нового года 2022 уже. В Красноярске числятся 11 событий. Некоторые из них могут пройти онлайн. Это различные конкурсы, поздравления, новогодние концерты. Не обойдется и без красноярских фишек, фестивалей Сурикова и волшебный лед Сибири. Власти отмечают, что новогодние гуляния будут проводить с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в городе и действующих коронавирусных ограничений. На площади перед БКЗ еще до начала зимы зальют каток, а к праздникам здесь появится полноценный новогодний городок. Это место кажется мэрией наиболее удачной точкой для встречи Нового года. И фактически площадка будет работать 4 месяца. Правда, жители ближайших домов не рады такому соседству. Рассказываем обо всем по порядку. Рождественское настроение здесь уже больше месяца создает вот эта елка. Она осталась от съемок фильма и пробудет здесь до весны. Рядом вовсю идет стройка. Здесь появится зимний городок. Впервые, но по задумке надолго. Фишкой места будет большущий каток с искусственным льдом. Ждать морозов не нужно. Лед будет и так, но сначала нужен песок. Далее у нас укладывается 50 миллиметров утеплитель. На него у нас укладывается пленка защитная. Далее айсматы. Айсматы у нас чуть более сантиметра толщиной. И уже на эти айсматы непосредственно наливается вода. Айсматы это как раз то, что превращает воду в лед? Это да. Так как мы в этом году первый раз делаем. Если делали бы второй раз, то в этом году мы уже недели три назад бы катались. И сейчас бы лед держался. Каток еще будет держать лед, когда на улице будет уже плюс 7. Вот эту полусферу заметили многие. Это прокат и теплая раздевалка. Она уже заполняется новомодной техникой для новеньких коньков. А там просто фен и фен, да? Еще дезинфекция ультрафиолетом. А, да? Здесь, да, облучение. Да, встроено? Да, встроено. Ну да, эти ассистенты. Берешь, прокатился. Сейчас организаторы думают, как устроить наилучшим образом работу, чтобы соблюсти антиковидные меры. Пока решили катать сеансами. Полтора часа катаний, полчаса на дезинфекцию. Глава города просит организовать продажу билетов онлайн, чтобы не было очередей. Цены, к слову, известны. От 250 рублей взрослым и 150 детям. Почему каток на Красной площади? Вот почему? Вот почему у нас такого не должно быть? Почему мы должны быть хуже? Поэтому это должно быть место таким знаковым, ключевым, которое символизирует Новый год. У главы города планы амбициозные. Будет не только каток, но и все по моде. Фотозоны, детские забавы, сувенирка и фудкорты. Однако сделать хорошо всем и тут не выйдет. Жители дома, что окнами выходят на площадь, готовятся к четырехмесячному кошмару. То есть у вас двор в общественный туалет превращается? Ну, грубо говоря, да. Грубо говоря, да. Так в основном происходит на всех массовых мероприятиях. Естественно, музыка с утра до ночи. Это естественная работа круглосуточная. Компрессор, который будет поддерживать ледовую установку. Это, понятно, снегоуборочная техника, которая будет работать. Окна выходят прямо туда. И даже уже сейчас, когда начинается только еще строительство, все строительные работы, звук от строительных работ, такое ощущение, что это происходит у меня все в квартире. Сегодня и эти вопросы мэр обсуждал с подчиненными. Уже закупили и современные кабинки туалетов. Обяжут ближайшие кафе, встречают всех без разговоров. Обещают усилить охрану и пользоваться шумомерами. Но жители дома живут здесь не первый год и знают, как бывает. А потому собираются напоминать о своем существовании в письмах по инстанциям, чтобы хотя бы сцены не ставили под их окна. А каток заработает здесь еще до начала зимы. Анна Генция, Вячеслав Казаков. Новости Прима. Хотел украсть кабель и сдать в пункт приема, а в итоге застрял в трубе. Накануне на пульт вне ведомственной охраны поступил сигнал из спорткомплекса «Авангард». Приехав на место, росгвардейцы обнаружили человека внутри световой опоры стадиона. Мужчина уже срезал провода, но выбраться не смог. На помощь приехали спасатели и вытащили его. После осмотра врачами вора доставили в отделение полиции. Ну а далее еще пять новостей. Коротко. Новым прокурором Красноярска назначен старший советник юстиции Виталий Пацан. Ему 50 лет, он женат и воспитывает четверых детей. В органах прокуратуры работает с 1997 года. 9 лет руководил прокуратурой Рыбинского района. В последний год работал в Уярском районе. Бывший прокурор Красноярска Александр Лейзенберг занял должность руководителя в Пензенской области. Подростка засосала опасная трясина, а точнее болото, которое образовалось после ремонта трубы на Партизанской. Яму закопали и огородили сигнальной лентой. Но парня это не смутило. Он решил пройти по опасному участку и провалился в грязь по пояс. Самостоятельно выбраться ему не удалось. Помогли товарищи и прохожие. Все закончилось благополучно. Засыпать это место получится только весной, рассказали в Краскоме. Пьяный водитель после ДТП продолжил пить возле разбитой машины. Авария произошла на трассе Частоостровская-Барабаново. 34-летний водитель никогда на прован не учился, но это не помешало ему сесть за руль. ВАЗ улетел в кювет и врезался в дерево. Троих пассажиров увезли в больницу. Водитель не пострадал, он был сильно пьян и стал еще пьянее, допивая водку после аварии. Дорожные полицейские выписали несколько штрафов за езду без прав в состоянии алкогольного опьянения, непристегнутый ремень и нечитаемые номерные знаки. Красноярец украл из магазина хостоваров дорогую бензопилу. Воровство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. 43-летнего мужчину задержали, когда он пытался украсть банку кофе уже в другом магазине. Ранее подозреваемый был неоднократно судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и административка за мелкое хищение. Весенние цветы распустились в Саяно-Шушенском заповеднике. Для прострела Турченинова и Мака Куваева повторное цветение является редким. Но, как отметили в пресс-службе заповедника, для некоторых растений осеннее цветение становится нормой. Специалисты также заметили цветущие в октябре степные гвоздики, сердечник крупнолистный, котовник сибирский и иглистую розу. Массовые заболевания детей в красноярских школах не связаны с питанием в столовых. Такой итог проверки Роспотребнадзора. Об этом в эфире нашим коллегам с радио «Красноярск. Главный» заявил представитель управления образования. Напомню, в начале месяца ученики 156, 56 и 76 школ жаловались на симптомы кишечной инфекции. Недомогали десятки детей. Следственный комитет организовал проверки. Судя по ним, дело не в школьных столовых. Если ребенок почувствовал недомогание любого плана, конкретный диагноз может поставить только медицинская организация. Да, на сегодняшний день все факты указывают на то, что это не пищевое отравление. Это ОРВИ, это муровирусная инфекция. На детских площадках в новом парке микрорайона «Солнечный» начали укладывать прорезиненное покрытие вместо травмоопасных камушков. На этом настояли сами жители, только вот в городском бюджете денег на такое благоустройство не было. Мы узнали, откуда пришла финансовая помощь и когда закончат работы. Один, два, три. И вроде день не выходной, и по соседству с жителями еще суетятся подрядчики-строители, но в новом парке «Солнечная поляна» уже заняты почти все лавочки и детские городки. Вот он, показатель, что именно такое место ждали чуть ли не всем районам. Особенно рады благоустройству маленькие супергерои. Я человек-паук! Работы в парке «Солнечная поляна» в разгаре. Первый этап строительства начался в прошлом году. Готовы тротуары, установлены радиусные скамейки, беседки, урны и качели. На дополнительное благоустройство парка в «Солнечном» полтора миллиона рублей направила компания «Русал». Родители очень просили резиновое травмобезопасное покрытие на площадках. Но за бюджетный счет это было сделать сложно, заявили в администрации. «Русал» поддержал инициативу жителей. Компания вкладывается в развитие городов, где живут сотрудники, согласно принципам социальной политики, которую утвердил еще основатель «Русала» Олег Дерипаско. Было обращение от администрации района к компании, чтобы помогли именно с устройством резинового покрытия. Компания подставила плечо и работы начались. Заканчивались работы по установке малых архитектурных форм. Как только, по крайней мере, контуры были очерчены, все приступили к работам. Монтаж модульных блоков начался два дня назад. Ожидается, что мягкое покрытие будет готово уже через 12-14 дней. И «Солнечная поляна» притянет еще больше жителей. Удобно, красиво, и на самом деле есть куда пойти, не просто во дворе зависать. Подростки, молодежь, взрослые люди тут бегают, выходные дни, очень много народу на самом деле. Плюс есть площадка для занятия, допустим, с собаками тоже люди приходят. Мы здесь гуляем практически каждый день и раза два-три в день. Мы очень долго его ждали. Тренажерами у меня дети любят заниматься здесь. Также, когда отвожу детей в сад, иду в сад, я могу здесь прогуляться. За комплексом можно дойти, эту дорожку сделали. Благоустройство пустыря в Солнечном, вспоминают подрядчики и жители-активисты, начиналось с экологической акции «Русала», когда волонтеры компании высадили на территории будущего парка в рамках «Сиреневого дня» 130 венгерских сиреней. Сейчас все, что растет в парке, уже народное достояние. Вот буквально сейчас приходила женщина, живет в Нанджуле, хочет подоить парку большую елку. Где-то высотой 4-6 метров. Вот сейчас они пошли место выбирать для этой елки. Все пожелания жителей и корректировки в проект «Третий очереди благоустройства парка» принимаются и вносятся в повестку на собраниях с активистами района. Встречи с жителями проходят в библиотеке на Микутского 8. А трансляции бесед ведутся в инстаграм-аккаунте микрорайона. Анастасия Цыганова, Новости Прима. Каким будет Норильск к 2035 году? Сегодня в Красноярске состоялось роуд-шоу, посвященное комплексному плану социально-экономического развития северного города. В нем приняли участие представители правительства края, администрации Норильска, руководители строительных компаний и Норникель. Напомню, на развитие заполярного города выделено более 120 миллиардов рублей. 24 из них из федерального бюджета, около 15 из краевого и больше 81 – деньги Норникеля. На эти средства будут снесены 45 аварийных домов, построены 80 новых. Обновится коммунальная инфраструктура, появится школа, детский сад, поликлиника и многое другое. Напомним, работа по подготовке комплексного плана развития северной столицы началась еще в прошлом году по инициативе гувернатора края Александра Уса. Вскоре планы начнут притворяться в жизни. Комплексный план социально-экономического развития Норильска на прошлой неделе прошел согласительное совещание у вице-премьера правительства Российской Федерации Игоря Петровича Тротнева. И до конца октября месяца он поступит на подписание председателю правительства Российской Федерации Михаиловичу Мишустину. Затем в ноябре месяце будет подписано соглашение о том, как этот план будет реализовываться. Находясь в Красноярском крае, мы хотим привлечь для реализации комплексного плана на территории города Норильска не только иногородних подрядчиков, но в том числе и тех, которые находятся на территории края. Те, которые имеют здесь мощности, те, которые имеют здесь трудовые ресурсы, механизмы и тем, которым будет проще здесь реализовывать этот комплексный план вместе с городом Норильска. Молодые ребята из красноярского спортивно-танцевального коллектива «Фанки-манки» стали чемпионами мира по хип-хоп-танцам. Команде всего шесть лет, но за это время юные танцоры многократно становились победителями во внутрироссийских соревнованиях, а также чемпионами мира и Европы в 2018 и 2019 годах. Несколько дней назад они одержали победу в турнире World Hip-Hop International в категории Junior. Это один из лучших турниров в мире по хип-хопу. У некоторых ребят из «Фанки-манки», которым в среднем по 12 лет, хип-хопом в этой же школе занимаются и старшие члены семьи, в том числе и родители. На тренировку к юным победителям приехал глава города Сергей Еремин и вручил им почетную грамоту за высокие достижения в сфере танцевального искусства и позиционирования города на международном уровне. Я даже не знаю, сколько в мире миллионов, количество миллионов болельщиков и фанатов вот этого направления. И представляете, вот наши ребята из Красноярца, которые несут главное, главное, наверное, имя нашего дома. Это как наша фамилия. Они несут ее по всему миру. Самый топовый, рейтинговый и объемный чемпионат мира. И вот эти наши ребята представляют наш миллионный город. Вот, конечно, ну какие тут эмоции. Тут просто с ума хочется сойти от счастья и радоваться, что у нас такое подрастающее поколение. Красноярцев зовут сдать нормативы ГТО. Как выполнить комплекс на личном примере показал министр спорта Павел Ростовцев. Вместе с ним участие в сдаче норм приняли и другие сотрудники спортивной отрасли. Всероссийский комплекс готов к труду и обороне, включает в себя нормативы пострелье из электронного оружия, бег на короткие дистанции, отжимания, поднятие гири, наклоны на гимнастической скамье и многое другое. 47 тысяч жителей края уже выполнили нормативы комплекса. Целью федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» является вовлечение в массовый спорт и занятия физической культурой 70% населения России. Выполнение норм ГТО особенно популярно среди школьников. Это дает выпускникам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Я думаю, сегодня мы возьмем новый старт в этом направлении и будем не только мы, руководители наших краевых учреждений, работники Мистерства спорта, но и все жители Красноярского края немножко, надеюсь, переосмыслят свое отношение. И прежде чем, безусловно, прийти и сдать эти нормативы, будут заниматься, будут приходить тренироваться, готовиться. На самом деле, самые лучшие инвестиции в здоровье, это, конечно, занятия физической культурой и спортом. Комплекс «Готов трудообороне» как раз и дает такую возможность населению, жителям нашего города и края, принять участие в спортивном празднике, в спортивном фестивале комплекса «Готов трудообороне». Сегодня, да, действительно собралось наше ведомство отрасли физической культуры и спорта, наши ведущие учреждения, которые своим примером показывают, что выполнять ГТО можно, это доступно, это интересно. Тем более, каждому сотруднику важно свое здоровье, чтобы выполнять свою работу качественно, правильно, ну и с хорошим настроением. Поэтому такое мероприятие нами организовано, оно приносит пользу не только участникам, но и в целом всему нашему городу и краю. Что нужно, чтобы прийти и поучаствовать? Ну, на самом деле, прийти и поучаствовать не нужно, не требуется больших каких-то затрат, это получить медицинскую справку и зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». И, конечно же, желания и хорошее настроение. Этого достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова